Манифет женской красоте, любви и стилю. Так бы я описала героиню сегодняшнего выпуска. Они уже успели написать ВОК, Татлер, Эсквайр и другие глянцевые издания. И это Маша Янковская. Сразу оговорю, что сейчас у художницы проходит ее собственная выставка в галерее Fine Art, где мы сейчас и находимся, и каждый желающий может на нее попасть. Ну а мы начинаем. Работы Маши Янковской сейчас можно встретить везде. На чехла для смартфона, в частных коллекциях, в виде стикеров, телеграм. А дело в неповторимом чувстве стиля художницы. Каждая работа – точное попадание в цель. Графичные, минималистичные. Они буквально разрывают социальные сети. Маша Янковская жила и училась в Санкт-Петербурге по специальности дизайнер костюма. Занималась собственным брендом одежды. Переехав в Москву, трудоустроилась в модный глянец, но упорно продолжала рисовать. Должно быть поэтому сейчас художница так хорошо понимает эту индустрию. На данный момент Маша провела шесть персональных выставок, и ее полотна есть в частных коллекциях в России и за рубежом. Ее стиль – неореализм, хотя сама художница определяет его как идеальный реализм. Жанр – фэшн-иллюстрация и иногда автопортрет. Ее работы, наверное, можно расценивать как оду женской красоте, потому что именно женскому телу посвящена большая часть полотен. На карантине художница создала собственную онлайн-галерею «Янковская галерри», и первая выставка, которая была на ней представлена, стала совместной с фотографом Дмитрием Журавлевым. Она называлась «Быть и казаться». Сейчас пять фотографий, на которых художница предстает в образах со своих картин, можно увидеть на официальном сайте Маши Янковской. Нужно уделить отдельное внимание цвету на работах Маши Янковской. Давайте я задам простой вопрос. Назовите три самых изысканных и стильных цвета, по вашему мнению. Я немного подожду. Наверняка вы назвали черный, белый и красный. И это неудивительно, их всегда можно встретить на картинах художницы. Красным всегда будут выделены какие-то детали, например, губы. Черным будут прорисованы линии, ну а белым всегда останется фон. Маша Янковская часто сотрудничает с модными брендами, и ее коллекция сметает с полом буквально за несколько недель. И вот последняя коллаборация случилась с брендом «Монохром». В линейку вошли три культовые модели бренда из стопроцентного хлопка, а фишкой капсулы, конечно, стали бренды с изображениями работ художницы. Периодически Маша Янковская радует поклонников сериями работ. Например, серия с кофейными чашками, вином, занятиями йогой. И вот последнее творение художницы картины с картами Таро. Работу над 22-мя масштабными полотнами Маша завершила в конце прошлого марта. Сейчас именно они выставлены в галерее Fine Art. Мероприятие продлится до 13 июня. Обращаясь к творчеству Маши Янковской, также нужно поговорить о еще одной проблеме – это тема эмансипации. Художница не раз говорила о том, что ощущает давление и стереотипы о девушках-креатрах. «Быть художницей – это все равно, что ехать в московской пробке. Нужно быть сильным и спокойным», – говорит Маша об этой проблеме. Она считает, что такой стереотип вызван образованием и давлением поп-культуры. И, конечно, ее работа – это один из способов справиться с неравенством. Очень рада, что сегодня мы с вами поговорили о еще одной признанной российской художнице. И в завершении хочется сказать, что, наверное, эстетика – это главное слово, которым можно описать все творчество Маши Янковской. Вы наверняка еще увидите ее работы на обложках глянцевых журналов, в частных коллекциях. И это потому, что Маша обладает уникальным стилем, который сейчас известен не только в России, но и за рубежом. А сейчас, не изменяя нашей традиции, предлагаю вам сыграть и угадать, какая из этих работ принадлежит у Маши Янковской. Субтитры создавал DimaTorzok